Учение Аркадия Наумовича Петрова «Древо жизни». Зодиакальные лучи. Луч – анит. Это луч – вода. Первозданная вода-луч, в которой кластерные структуры света и воды образуют модуляторные кристаллические образования эталонной настройки. От взаимодействия этих двух сил космоса в гипофизе человека образуются розовые кристаллы, которые фокусируют и пропускают через себя к земле белый свет, а от земли в космос – свет золотой. Когда это происходит, человек растет и поднимается извод коллективного сознания, которые обозначаются синим цветом. Сначала луч вошел в гипофиз, заполнил голову и стал вытеснять темные энергии вниз. Вытеснив основной негатив, он несколько раз прошел весь организм вверх и вниз, как бы зачищая остатки. После этого в районе сердца образовались светлые кольца, а голова заполнилась золотым светом. и этот свет распространился по контуру тела, по коже и стал выдавливать самые мелкие элементы негативной энергии в сторону копчика и через копчик в клетку сток. Где были затруднения, луч работал в образе юлы и работал множеством лучей, имеющих вращательное движение. Где тканевые и клеточные жидкостные среды очищались, появлялись образы рыб, легко скользящих по водам сознания. Почему по водам? Потому что не существует вода сознания, а только воды. Вода не бывает в единственном числе, как молекула H2O, ибо у одной молекулы нет свойства текучести. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Александр Сергеевич Пушкин Когда луч касался мутно-грязноватых вод, в поврежденных участках тела, то появлялись светлые образы геометрических фигур. Возникали сильные вибрации, и из клеток выходили сцепленные ромбы розового, красного, фиолетового, салатового цвета. Это как лента из ромбов, и они оседали вниз. Потом к ним присоединились белесо-голубые сферки. После очистки в сферках появился образ цветка. Воды стали визуально осветляться. Появились цветные энергии и стали свободно перемещаться по всему организму. И вправо, и влево, и вверх, и вниз. Когда первозданные воды луч проходил, системы и органы человека, он очень нежно работал по восстановлению систем и органов, по связям и взаимосвязям разноуровневых структур организма. Там, где луч останавливался, задерживался, он образовывал сферу с программой коррекции. Из сферы к проблемным областям выстреливал лучик преобразования. И то место, которого он касался, встряхивалось легкими волнами вибраций и сотрясений. Сферы, лучики, искорки разрастались и заполняли собою всю кровеносную, лимфатическую, межклеточную среды. Подступали к сердцу и охватывали его легкой, радостной, целительной пеной. Они проникали в сосуды и капилляры. Когда восстановительная работа с жидкостными средами организма расширилась и охватила собой все структуры и системы, из человека через его стопы к центру земли вырвались два луча. От этих лучей сердце земли стало расширяться и готовиться к ответному резонансу. Сначала импульс от земли пошел на Венеру, где принял в себя программу нормирования чувств и эмоций. Потом к Создателю. Здесь луч принял в себя кристалл нового сознания. и сферу жизни и снова вернулся в сердце земли. После этого вокруг сердца земли начали возникать скрипичные ключи зеленого цвета и стали концентрироваться в ответный резонанс, который земля готовила человеку. Создатель внимательно наблюдавший происходящее сказал «Вот я вам дарю свое большое сердце. Учитесь любить. Луч от этого сердца придет каждому, кто открыт душой. И там, где была тина низких желаний, будет нить». Та самая нить Ариадны. И еще он сказал, что нужно творить в Тиферет. И этот луч обладает обязательным свойством. «Пока луч не закончит начатую работу, он не прекращает ее». Когда ответный резонанс был готов, луч анит вышел из сердца земли мощным золотым светом и поднялся наверх к человеку, где вошел в проническую трубку в копчике и наполнил ее до самой макушки золотым сиянием. Этот луч обладал широким спектром действия, в том числе и психологического аспекта. Он преодолевал и снимал внутренний саботаж негативных клеток, возвращал их в единство. Сфера жизни которая поднялась в луче стала расти и вошла во взаимодействие с планетарным эгрегором власти. Под ее воздействием стала преобразовываться доминирующая программа эгрегора и от эгрегора преобразования пошли на олигархов, догматиков, церковников и политиков. Их окаменелые сердца, огражденные забором представлений о своей исключительности, стали умягчаться, деформироваться и сокрушаться. Обломки попадали вниз под эгрегор в клетку сток и там преобразовывались в энергии света. От этой энергии, как дождь, на всех людей, животных, растения и минералы пошли серебряные лучики. После этой работы сфера жизни стала медленно, не спеша, обстоятельно двигаться вокруг земного шара, расширяя работу с коллективным сознанием. И вдруг открылась Гиперборея, страна богов. И луч из Гипербореи пошел к созвездию Водолея, и стало ясно, что Золотой век будет непосредственно связан с той идеологией развития, которая была выработана здесь. Звездные мужчина и женщина с кувшинами на плечах наклонили свои сосуды, и из мужского кувшина излился на землю новый огонь жизни, а из женского новые воды сознания. И сама земля была как чаша. Там, где слились вместе новый огонь и новые воды, возникло сильное световое поле и образовалась новая галактика. И как только это произошло, льды отступили, и на северном полюсе стали цвести цветы и расти деревья, показали большое озеро кристально чистых вод. На берегу выделялся огромный мощный кедр, и каждый, кто видел озеро, мог искупаться в нем. Кто доверялся этим водам, выходил из них будто покрытый серебром, и у него открывалось дыхание сердца, и в этом дыхании стали нарастать и укрепляться райские эталоны проявления жизни. И лебедь выплыла со страниц пушкинской сказки прямо в северные воды Арктики и обернулась прекрасной царевной богиней, готовой наполнять любовью и счастьем мир своего возлюбленного князя. И его показали нового возлюбленного земли, как нового человека, в которого входят два космических потока огонь и воды. Потоки входят спирально и образовывают новую ленту космической ДНК. И от этих потоков в голове нового человека проявляются кристаллы розового цвета по гармонии всеобщей любви. Через нового человека энергия космоса вошла в ядро земли, а из ядра устремилась к Венере, где была усилена эталонной матрицей природы и снова вернулась на землю. Напротив нового человека появились его небесные отец и мать и все они были одного роста и человек спросил это я расту или вы нарочно уменьшились и услышал ответ мы равны равенство есть принцип отношений в семье Бога семь я которая раскрыта в трилогии Аркадия Наумовича Петрова сотворение мира С вами была Ирина Иванова С вами Редактор Продолжение следует...